попробуем насыпать всем привет на канале готовим вкусно мы сейчас покажем как приготовить вкусный настоящий таджикский плов мы начинаем и вот начинаем лука не масло накалили до максимальной температуры потому что масло должно быть накален вот когда накаленное масло то лук очень быстро приобретает корочки лук играет роль в основном цвет передает для плова после лука и бросаем мясо мясо желательно телятина можно перемешку бараниной так как баранец сильно жирная сами оптимальный вариант это телятина история плова уходит далеко за со времен язычества еще со времен заратустры языческой культуре язычники готовили плов слово плов дословно а у нас на джекстане все говорят полу правильно плов это когда уже человек постепенно буквы съедали вот поэтому получился плов а так полов это перевод на русский это горячий огонь ждем до обжаривания мяса до нужной кондиции чтобы была корочка морковка порезали такой размером как картошка фри почему потому что морковка определяет вкус плова обычно если мясо 1 килограмм рис 1 килограмм морковка 1 кило 200 чуть больше чем мясо и чем рис морковку не буду я всю насыпать потому что мы не хотим чтобы морковка вся была как каша если много жарить его она будет разъедятся солью и становится как каша липкая вот для того чтобы липким не стал морковку немножко обжарим то что нам нужно остальное оставляем чуть позже будем жарить и тогда когда плов приготовиться морковка будет становится целеньким и от этого вкус плова становится более ярким остальные вот мы обжарили обжарили мясо морковка лук масли это называется зирвак все везде вот первый этап плова заканчивается зирвак и зирвак это значит первый этап закончился теперь это морковка которые есть мы кидаем сюда и нам не обязательно жарить все морковки после того чтобы насыпали сюда остальные остальные морковки не можем смело сюда налить воды и она будет тушиться воду наливаем один к трем вот если мясо у нас один килограмм рис килограмм морковка килограмм значит вода 3 литра один к трем чтобы покрывала морковку вот почему потому что морковка пока еще живой у нас называет живой если его еще не обжарили на говорят морковка живой если морковка еще живой значит наравне а потом когда закипит морковка сварится и вода испаряется наравне с морковкой и вот тогда мы насыпаем рис соль вот как раз время соль насыпать насыпаем на глаз почему потому что здесь на 10 килограмм риса 10 килограмм мяса и 10 килограмм морковки если когда обжариваем насыпаем соль соль морковку разъедает и мы испортим морковку для того чтобы мы морковку не испортили носить насыпаем соль только тогда когда уже воду нами после того как соль насыпали им чеснок обчищаем об шкурке но не полностью чтобы она держали друг друга мы только поверхностно обчищаем и вот так вот затекаем прямо казан и вот вместе с зирваком она будет доходить я когда лук режу я оставляю вот такие хвостики почему оставляю потому что когда резать удобно за него хвататься и потом я не буду пальцы резать или какой-то часть лука толстым делать а у меня все равномерно режется вот уже зирвак у нас фактически готов мы закладываем рис рис у нас басмати это индийский рис так как мы воды на зирвак наливали больше чем нужно мы после того как рис закладываем воду посмотрим по рису добавлять или не добавлять если у нас воды будет меньше мы чуть-чуть только добавим а если все нормально то мы оставляем как есть и с этим из кровь приготовим я мешаю поочередно рис для того чтобы она равномерно сварился вот бывает и рис где-то друг друга прижмется и вот допустим некоторые сварится а некоторые не сварится а когда я буду его вмещать поочередно равномерно и тогда рис сварится вот именно вот на этом бульоне зирваки равномерно и и нигде не останется сырой рис рис дошел до кондиции она приготовлена половину то есть другая половина приготовление она уже идет под парами и вот равномерно вот смешали а теперь собираем горку и будем на собственном пару чтобы она доходила фактически даже сейчас рис она готова но не всегда оставляем немножко вот чтобы она не доходила чтобы она дошла плов должно доходить на пару то есть мы закрываем о такой горкой вот сейчас равномерно вот сглаживаем все вот чтобы пар циркулировался между рисами закрываем сверху прижимаем чтобы она из по бокам выходила пар прошел вот 20 минут вот мы вот открываем вот снимаем крышку о плов уже вот готов мы его будем размешивать уже вот то что внизу вот морковка мясо плов вот это вот то что получается после всего что мы потрудились самый настоящий плов рис рассыпчатый о морковка не разварился и она вот видно что целенькие а вот чеснок которыми ложили чеснок тоже уже хорошо сварился всем мясо под низом вот она начинает вылазить наверх сейчас попробуем насыпать вот я вам покажу порт теплого вот плов маэстро угощайтесь али а скажи пожалуйста почему именно басмати рис он же дорогой как вы считаете да нет можно делать басмати можно делать и круглый рис есть у нас рис див зира она еще дороже вот скажи вот но не добавляют зиру да почему ты не добавлял зира это если мы таджики узбекские делаем мы можем зиру добавлять можем не добавлять а вот когда афганский плов делаем афганский плов идет с изюмом и туда зирами делаем а сюда это необязательно это есть люди которые вот украине не очень любит приправы то есть вот без зиры это более такой универсальный это диетический плов вот нежирный вот ну как по вкусу вот сейчас пробуйте идеально ну так должно быть но если мы сделаем уже сильно похож на допустим на таджикский или узбекский да если сильно похож мы сейчас делали такой более чтобы и украинцы могли она чтобы не жирный был и чтобы девушки могли пушать который не боялись фигуры и вот именно должны быть обязательно нет обязательно такого нету плов это вот как раз вот мясо рис лук да вот морковка ну хорошо смотри знаешь такого сталик ханкишиев да конечно знаю он из ферганы и он каждый раз добавляет все и говорит что без этого это просто не вы там узбекский плов ничего а вот у меня покойный отец который тоже повар да он говорил что приправу на плов добавлять люди которые не умеют готовить плов и с помощью приправе они вот свою вот ошибку пытается закрыть вот а вообще вот зира это да действительно полезный вес но можно это же говорю это по вкусу вот кто любит какой приправа если люди которые барбарис любит а есть люди которые борьбу зиру вообще не буду как им угодить я понял и вот это вот сами натуральный плов который сейчас есть а сюда можно добавить все что угодно спасибо за объяснение реально очень вкусный плов спасибо что посмотрели с вами был канал готовим вкусно ну а следующий выпуск про шашлыки мы узнаем секреты приготовления шашлыков таджики шашлык не может быть узбекский казахский или кавказский там такой не может быть шашлык это персидский от слова шаш шаш это 6 шаш 6 на персидском лик это кусок мяса или там ну любой вот то что вот на шампур ляжет кусочек это называется телик телик и шашлык это 6 пусков мяса я понял хорошо тогда мы это в следующем выпуске обсудим еще раз спасибо реально очень вкусный плов пожалуйста пожалуйста